приветствую всех искреннолюбящих господа иисуса христа хочу с вами сегодня поделиться прекрасной теме о нашем господи иисусе христе пятая глава евангелиста иоанна начинается через историю в ефезде где вот это в ефезде имела пять скрытых ходов и написано что там было великое множество людей хромых и соших разных инвалидов люди больные которые нуждались чтобы исцеляться ангел божий время от времени спускался и возмущал воду чтобы люди исцелялись само слово в ефезде обозначает дом милосердия но вот посмотрите как интересно и в доме милосердия мы замечаем что не было милости а потому что когда иисус подошел к этому больному который лежал там долгое время и у которого был болезнь продолжалась уже 38 лет мы замечаем что у него не было человека который мог бы его раньше всех окунуть вот эту воду возмущенную ангелом чтобы исцелиться и он не мог исцеляться все это время каждый человек стремился скорее избавиться от собственной проблемы господь христос своим примером не этому учит нас поэтому он подходит не думая о своих бедах и своих проблемах спрашивает человека что ты хочешь хочешь ли исцелиться конечно с первого взгляда это неразумный вопрос но если посмотреть глубину этого вопроса конкретно у человека должна была быть цель среди всего этого множества народа почему-то иисус подошел именно к этому человеку может быть периодически эти больные выздоравливались и уходили и у них были определенные люди помощники которые им помогали а этот больной не имел такого помощника он был один у него была постель на котором он лежал и когда иисус его исцелил сказал что возьми постель свою и иди дом свой он взял постель свою но домой не пошел потому что замечаем что когда он встретил христа уже встретил в храме он не пошел домой этот человек пошел вошел в храм чтобы поклониться богу он понимал что бог исцелили его через иисуса христа и иудеи фарисеи начали гнать иисуса христа что в субботу исцелил человека и иудеи фарисеи начали гнать иисуса христа что он в субботу исцелил есть еще две персоны которые приписываются именно в этот процесс первый человек эта женщина написано что во время или или пророка много вдов было в израиле но пророк или я не был послан никому кроме вдове сареписедонской библия даже не пишет ее имя не фиксирует но она настолько была богопоязненно что когда или я подошел и попросил самое дорогое а в то время самое дорогое была вода потому что три года с половиной не было дождя на земле и вода была ценою больше чем золото и когда он попросил воду она не отказала когда смотрим на этот процесс замучаем что бог благословил эту женщину но случилось нечто умер сын этой вдовы она повернулась к пророку или и и сказала ты почему пришел ты пришел чтобы напомнить мне мои грехи у нее были определенные грехи но почему то бог благоволил к ней почему если бы не было благоволение божие бог бы никогда не поставил бы своего пророка туда самое интересное что он приказывал она слушала господа она была послушна что за контакт был с языческой женщиной и может богом живым но это была никто бы не мог подумать об этом что это так все подумали бы что этого не может быть потому что она не израильтянка она не еврейка но она говорила с богом и бог сказал что он приказал вдове накормить его и он жил с ней там в доме ее и когда умер сын тогда она открыла свое сердце она открыла свои грехи богу нужно было исцелить этого человека и чтобы исцелить этого человека бог благословил присутствием своего человека пророка или но она не открывалась сердце человека не открывается потому что нет доверий Когда Бог через пророка Илии воскресил сына этой вдовы, она сказала следующие слова «Вот теперь воистину я вижу, что это Божий человек, что Божьи слова в твоих устах истины». Значит, она сомневалась, что он Божий человек. Но Бог исцелил ее, Бог освободил ее от ее грехов, и Бог спас ее и ее сына от лютого голода. Вторая персона, о ком хочу говорить с вами, это Нейман Сириянин, великий полководец, человек прогоженный, но принесший своему государю и государству великие победы. Этот человек был прогоженный, и вот он после слов маленькой девочки подошел к своему государю, тот дал приказ, написали письмо, опечатали и послали к царю иудейскому, чтобы исцелить его. Пророк Елисей зовет его, не выходит навстречу и говорит окунись в реке Иордан семь раз. Тот гневается, потом, послушав своего слугу, окунается и седьмой раз очищаясь, возвращается к Елисею. Тогда Елисей выходит к нему навстречу. Давайте посмотрим, какая персона он. Почему именно он? Когда написано, что много прогоженных было в Израиле, но никто не очистился, кроме Неймана Сириянина. Он язычник. Что было в этом язычнике? Если вот вдова, она была язычница, и где поклонялись бесам, она была настолько богобоязненна, и таких богобоязненных вдов в Израиле Бог не нашел. Ни одной женщины. Ни одной. Это ужасно, но это был факт. Так в чем же была богобоязненность вот этого человека? Что видел Бог в этом человеке, что Бог решил именно этого человека очищать? Во-первых, насколько была вера в этом человеке, что он поверил через маленькую девочку. Он просто поверил. Вот эта вера, это детская вера в нем была. Написано, что Царство Небесное для детей есть. Для детей. Царство Небесное. И если не образитесь, как дети, не войдете в Царство Небесное, это глаголит Христос. И вот великий полководец принял слова маленькой девочки, как вот дитя, как младенец. И он не остался в стыде. Очистившись, встал перед пророком. И вот давайте посмотрим на искренность его. Он говорит, да позволит мне, господин мой, что когда я пойду к моему господину царю, и мы пойдем в дом Мордоха, чтобы он поклонился ему, чтобы я тоже вместе с ним кланялся. То есть он не хотел поклоняться. Он знал, что нужно поклоняться уже живому истинному Богу, который есть Бог Израилев. Но он не мог с ним не кланяться, потому что царь опирался на его руку. Смотрите, какая искренность. Не то, что вот показать духовность, показать веру, очищение уже есть, потом идти и лицемерить в другом месте. Вот это лицемерие сегодняшнего духовного мира. Насколько лицемерна сегодня вера в опшинах, в церквах, что в опшине человек показывает одну жизнь, но вне опшине человек показывает другую жизнь. В своей семье человек показывает третью жизнь. Это ужасно, но факт. И люди перестают нуждаться в Боге, потому что они не ищут Бога. Они не нуждаются в Боге. Вот это, что человек не нуждается в человеке, убивает качество искания. Искать Бога. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам. Просите, и дано будет. И если будете искать от всего сердца, и от всей души найдете. Так написано. Во многих местах, друзья, очень важно, насколько человек нуждается в Боге. Кто он такой? Искренен он перед Богом или не искренен? Давайте сейчас перейдем в пятую главу книги Иоанна. Что же увидел Бог в этом человеке? Почему подошел среди этой огромной толпы именно к этому человеку, если Нейман Сирианин был так искренен, как дитя? Если вот вдова, язычница, она была как бы тоже искренна, и она могла просто самое дорогое отдать человеку Божию, как человеку Божию. А что же Бог видел именно в этом человеке, что подошел к этому человеку? Почему не к другому, а именно этому человеку? Первое положение. Давайте посмотрим, что он был безошитен. Никто не помогал ему. У него не было помощника. Вот. Потому что Ангел Божий возмушал в Доме Милосердия в Ефезде воду. Когда воды возмушались, первый, кто входил в эти возмушенные воды, исцелялся. И вот Иисус пришел и возмутил воды в жизни этого человека. Он возмутил эти воды. Что за воды? Что за воды, которые Бог возмутил через Христа в его жизни? В храме Он ему сказал, «Иди и больше не греши». Как мог человек, инвалид, который лежит и не может вставать, грешить? Чем он грешил? Значит, причина болезни его была в грехе. А если грех, грех должен был быть разоблачен. В чем был грех Неймана Сирианина? В чем был грех его, что он был поражен проказою? И в чем был грех женщины-вдовы, когда она была разоблачена, потому что она сама своими устами об этом сказала? А вот Нейман Сирианин показывает, что он по-другому смотрел на Израиля. Он, сравнив реки, свои реки, реки своего государства, сравнив с рекою Иордан, он показывал свое могущество, величину свою. Он презренно смотрел на землю Израилеву, хотя эта земля была избрана Богом. То есть человек на избранное Богом смотрит с презрением. Вот в чем может заключаться грех человека. В гордости, в том, что человек возвышает себя там, где Бог не возвышает человека. И когда он смирился и вошел в ту реку, которая была презрена в его глазах, он очистился в этой реке. А его реки, такие могущественные, как он их называл, не могли очищать его. Тогда он понял, что Бог присутствует там. И он решил с собой забрать землю, с израильской земли, землю с собой забрать туда, чтобы ходить по этой земле благословенной, потому что присутствие Бога там. Бог избрал это место. И он смирился перед Господом. А вот этот человек, когда услышал, что Христос ему в храме сказал, иди больше не греши, он огорчился и решил мстить. И знаете, вот что он сделал. Вместо того, чтобы покаяться в собственном грехе, этот человек, наоборот, ожесточил свое сердце, пошел и открыл иудеям, что это Иисус исцелил его в субботу. То есть тогда, когда это нельзя было делать по закону. Но здесь закон гласит так, а Христос сказал, что в субботу священники нарушают субботу, но они невиновны. В чем было нарушение субботы? В субботу нельзя было работать. А священникам Бог дал приказ, что каждую субботу они должны были менять двенадцать хлебов, которые по шесть хлебов ложили на золотой стол перед Господом. Значит, кто должен был готовить эти хлебы? Конечно, священники. Так если священники готовят субботу, когда нельзя работать, как понять, что Бог идет против самого себя? Нет. Бог всегда показывает, что в законе имеется буква, которая убивает. Но когда человек начинает разуметь дух этого слова, вот этот дух спасает. Вот что апостол Павел говорит, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, а духа. Ибо буква убивает, а дух живо творит. Итак, вот этот человек не понял это явление. И вместо того, чтобы покаяться в этом, вы представьте себе, тридцать восемь лет. Когда мы читаем одиннадцатую главу первой Коринфянам, там написано, что вы подходите к плоти и крови Господа Иисуса Христа, не размышляя о деле Господнем. Вот почему многие из вас болеют и многие умирают. Болезнь и смерть подходят к христианам, к христианам, которым Бог дал великие и драгоценные обетования. Бог дал Духа Своего Святого. Вы знаете, это могущественная благодать. И вдруг вместо спасения и победы идет болезнь и идет смерть. Почему? Я верю. Я верю и понимаю, что могут быть люди, которые могут быть величайшим примером жизни. Они могут быть поражение болезнью только ради для того, чтобы другие верующие выделили, как героически можно стоять за Христа. Можно стоять и не ныть, и не хныкать, не роптать перед Богом, а благоговейно принять эту чашу. Принять чашу эту из рук Господа – это обозначает кушать твердую пищу. Если нам кажется, что твердая пища – это та пища, когда мы узнаем все тайны Библии и неба, это не так. Твердая пища – та, когда мы у Господа из Его рук принимаем Его всякую волю и всякое слово, какое Он нам дает, и не отходим от Него. Итак, этому человеку Бог дал шанс и возможность среди этой огромной толпы. Если пророка Ильи Бог послал к одной вдове и при том язычнице, если Бог исцелил одного прокаженного и при том язычника, а тут верующий человек из верующего народа, Бог подходит через Христа Иисуса и исцеляет Его. И Он вместо того, чтобы радоваться этому и смиряться, Он противоборствует. Какое твое сердце сегодня, друг мой? Противоборствует ли против Бога, когда Бог среди всей толпы принимает решение подходить к тебе и освобождать тебя? Смиряйся перед Господом, друг мой. прими Божию всякую волю и прими и покайся, открой свое сердце перед Господом, пусть Бог исцеляет тебя и дославится Бог в тебе и да прославит Бог тебя в себе, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мир дому твоему. Аминь.